Два часа дня в Одессе. Информационная служба 7 канала подводит первые итоги текущего дня. В студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Без паники. С 12 по 14 мая в спальных районах города возможно передвижение военной техники и личного состава вооруженных сил. Об этом сообщает сайт мэрии. В этот период в воздушном командовании ЮГ пройдут плановые комплексные учения воинских частей с выполнением практических мероприятий. В поисках правды апелляционный суд не удовлетворил иск прокурора по делу в совершении ДТП подставным лицом. В результате аварии один из участников дорожно-транспортного происшествия стал инвалидом первой группы. Истинный виновник столкновения 20-летняя девушка так и не понесла наказание. Подробнее расскажет Ольга Голодова. В этот раз на заседании явились все стороны конфликта. Дмитрий Аксенюк, который проходил по делу как виновник ДТП, в итоге был оправдан. Прокурор доказывает, что были свидетели, которые видели, как молодой человек на Деоланусе выехал на встречную и въехал в машину пострадавшего. Но парень все отрицает. На самом деле за рулем Лануса была молодая девушка Юлия Федяшина. Ее нужно наказать по закону, считает пострадавший. Говорит, что писал об этом неоднократно. И в прокуратуре были жалобы. И одну из жалоб подписал сам прокурор Захарев, которая потом не попала никуда, расставила. После происшествия Дмитрий Аксенюк решил выступить подставным водителем и таким образом переложить ответственность с хозяйки авто на себя. Именно Федяшина, по словам свидетелей, в нетрезвом состоянии и спровоцировала аварию. Потерпевший рассказывает, пока длилось следствие, ему поставили ультиматум. Либо он признает, что не видел, кто сидел за рулем автомобиля, либо его дело закроют. Мужчина выбрал справедливость. В итоге апелляцию прокурора, защитника Федяшиной, суд не удовлетворил. Адвокат оправданного Аксенюка говорит, что дело о ДТП рассматривать дальше не имеет смысла. А пока в суде продолжают судить невиновных, а истинные преступники ходят на свободе, правда остается где-то посередине. Ольга Голодова, Сергей Чумаков, Седьмой канал. Одних депортировали, другие жили в оккупации. Одесса, документы и свидетельства 1941-1944. Музей Холокоста к 70-летию победы над фашизмом презентовал книгу о войне. Новые факты узнала Анастасия Симонова. Чтобы прочитать эту книгу об оккупации Одессы, надо хорошо подготовиться, без эмоций вряд ли выйдет. Здесь большое количество фото и документов из разных архивов. И мало авторских комментариев. Павел Козленко как раз таки дает высказаться тем, кто все видел своими глазами. Тут собрана хронология по дням. С момента, когда немецкие войска зашли в Одессу до освобождения нашего города. Каждый день в хронологии, в документах с архивов Германии, Румынии, России и Украины. Многие документы переведены на русский язык, ранее не публиковались. И в контексте идут вспоминания тех людей, кто непосредственно эти события пережил. В книге можно часами читать протоколы допросов. Например, маршала Антонеско и бывшего губернатора Одессы Алексиану. А еще на этих страницах много того, о чем раньше еще нигде не писали. Документы переведены в этой книге. Например, взрыв здания комендатуры в Одессе в октябре 1941 года. Тут четко прописано, как все происходило, кто с этим был связан, что происходило после этого, к чему это привело. Но самые трогательные воспоминания двух десятков людей. Во время презентации цитируют фрагменты песен и рассказы очевидцев. Все слушает и подтверждает и Зинаида Воскобойник, которую пригласили на презентацию. Воспоминаний женщины хватило бы на целую книгу. Она вместе с тысячами других уходила в декабре 1941-го из Прохоровского сквера. Пешком в Дальник. Ей было десять. Хочу только сказать, что там люди сходили с ума, поражали. И когда выходили мы оттуда, они оставляли на пеленках своих маленьких детей, думали, что кто-то подберет и спасет. Так меня спасли люди. Болгары. Они меня спасли. Прятали меня очень долго. Реальные истории и воспоминания тех, кто прошел дорогу смерти до самого Дальника – интересные исторические факты и экскурсия по тем местам, где в 1941-м сжигали людей. Все это смотрите в итогах с Еленой Крылатовой уже в эту субботу. Анастасия Симонова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Прочувствовать войну. Воспитанники театральной школы подарили ветеранам спектакль, посвященный Дню Победы. Несмотря на юный возраст артистов, дети удачно вжились в роли и смогли вызвать настоящие эмоции у своего зрителя. Анна Грынев заглянула за кулисы небольшого представления и готова рассказать самое интересное. Последний прогон и репетиция перед выступлением. За тем, что не видно зрителям в зале, подглядывает наша съемочная группа. Юные актеры признаются, несмотря на большое количество репетиций, они немного нервничают. Скажите честно, вы волнуетесь? Я да. Ну, немножко. Я да, потому что у меня такая трагическая роль. И правда, переживать стоит, ведь в первом ряду сидят те, кто видел ту войну своими глазами. Надежда Войтова была в таком же юном возрасте, как и выступающие ребята, когда ее родной двор обыскивал противник. Искали яйца и мелко молоко, потому что голодные, по-видимому, были. И было страшно, конечно, они рылись везде, они искали все это. Значит, петь какие-то песни нельзя было. Пока зрители ожидают, ученики театральной школы готовы выходить на сцену. Костя будет играть разные роли в этом спектакле. Ему 14, и он хорошо понимает, что такое война. Она понятна, об этом говорили много раз, много это упоминалось. Ну, тем более, в той политической ситуации, когда у нас сейчас в стране идет война, она вполне понятна. Кроме ветеранов, здесь есть и родители артистов. Мама Кости говорит, отказались от всех майских праздников. Ведь подготовка к этому концерту заняла много времени. Ну, действительно, все свои свободные дни в эти праздники практически он не гулял, он репетировал. Он получает из этого море удовольствия. Он очень любит заниматься здесь. Кроме родителей, нервничают и создатели представления. Они отмечают, объяснить детям, что они должны сыграть, было несложно. Вы знаете, дети настолько органичны, они настолько понимают то, что они делают. Я даже не могу сказать, что мне было тяжело. Вы знаете, они настолько впитывают и понимают, как губка. Здесь как бы нет отдельных номеров, нет даже отдельных блоков. Это цельный концерт, цельная композиция, которой нельзя что-то выделить отдельно. Потому что сама композиция тогда поломается и не будет иметь смысла. И вот считанные минуты и актеры на сцене. Что случилось? Скажи мне, дети, что за боль у тебя в глазах? Уже ли солнце не так же светит? Или вернут травы в садах? Представление длилось около часа. За это время зрители смогли увидеть и боевой фронт, и верную дружбу, и настоящую любовь. И все благодаря искренности маленьких актеров. Анна Грынев, Алексей Сорокин, Седьмой канал. И мы продолжаем следить за развитием событий сегодняшнего дня. Следующий выпуск в 16 часов. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова